Разблокировать ДРС Зор удалось благодаря ударам российской авиации и крылатых ракет «Калибр», которые были запущены с фрегата «Адмирал Эссен» из Средиземного моря утром 5 сентября. Массированными ударами с воздуха были уничтожены крупные скопления боевиков, несколько опорных пунктов и укрепрайонов с разветвлённой сетью подземных ходов, склады боеприпасов, а также огневые позиции артиллерии. Только тогда сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухейла смогли прорвать кольцо окружения города. С борта сторожевика «Адмирал Эссен» репортаж Михаила Федотова. Оглушительный хлопок, яркая вспышка света, клубы дыма над палубой. Эта ракета «Калибр» уходит к заданным целям. «Калибр» стартует с борта сторожевика Черноморского флота «Адмирал Эссен». Скорость корабля примерно 10 узлов. Судно-спровождение, оно идёт параллельным курсом. Видно, что ракета выбрасывает пороховым зарядом метров на 30 над палубой. Затем включаются реактивные двигатели. И на сверхзвуковой скорости «Калибр» уносится в сторону позиций боевиков «ИГИЛ». Грозное оружие. А это кадры со средств объективного контроля российской армии. Говоря проще, беспилотников, зависших над целями, которые должны были поразить «Калибры». Через несколько минут после старта ракеты разносят в пыль пункты управления, узлы связи, стады боеприпасов и другую инфраструктуру боевиков в населённом пункте Эш-Шала. Благодаря этому удару сирийская армия смогла пойти в наступление и деблокировать «Дер-Резор». Адмирал Эссен – один из новейших фрегатов морфлота России. Сошёл со стапелей Калининградского судостроительного завода в конце 2014 года. Оснащение, по последнему слову, в военной технике. В арсенале, кроме калибров, современное радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, противокорабельные ракеты, артиллерия, мины и торпеды. Трубы номер один-два. Окончательно к стрельбе изготовить. Есть! Эти торпеды видят не только подводные, но и цели, скользящие по морской глади, на скорости до 40 узлов в час, на расстоянии до 15 километров. Прилетение в боеготовность занимает не более полуминуты. Торпедная парадка вам может. Труба один-два. Прилетел, что он окончательно готовит. Есть! А вот ещё один из элементов боевой мощи фрегата «Адмирал Эссен». Артиллерийская установка калибром 100 миллиметров способна поражать любые цели на расстоянии более 20 километров. Внутри башни никого. Управление орудием происходит в автоматическом режиме. Впервые в истории стрельбы испопелителями, так города Ценаты называются калибры, происходят в залповом режиме. После первого пуска из шахт одновременно вышли три ракеты. С ходового мостяка звучит ещё одна команда к бою. Корабельному боевому расчёту боевая готовность номер один. Эти калибры с дальностью полёта до 2500 километров несут полутонные фугасные заряды. Небольшой зазор между первым и вторым залпами и ещё три ракеты выходят из шахт. После запуска прошло всего несколько минут, и мы уже находимся около шахт, из которых только что вышли ракеты «Калибр». Не знаю, видно ли на камеру, но до сих пор контейнеры дымятся, а вокруг разбросаны вот такие элементы обтекателя самой ракеты. По данным Министерства обороны, ракетным ударом были уничтожены и выходцы из России, и стран СНГ, примкнувшие к группировке ИГИЛ. После пусков дежурство адмирала Эссена у берегов Сирии заканчивается. В ближайшие дни сторожевик отправится в порт переписки в город-герой Севастополь. Михаил Федотов, Андрей Стифоров и Антон Сенченко. Веста неделя. Сбор корабля «Адмирал Эссен. Средиземное море».